девчонки всем привет сегодня снимаю видео по запросу моих любимых подписчиков про топы и базы какие я использую какие рекомендую не рекомендую какие базы подойдут для всех ноготков а какие только для каких-то определенных и затронем немножечку тему камуфлирующих баз какие я использую с подложкой какие без и так давайте начнем с обычных баз так как я не только мастер но и блогер соответственно и даже обычных баз у меня намного больше чем у разных других мастеров и так первая база это рубер база от торговой марки близ что могу сказать о ней в принципе в носке она показала себя неплохо немножко жидковатая на мой взгляд но с ней в принципе тоже можно работать подойдет только для мастеров которые умеют быстро работать и быстро выравнивать материал проносилась она у меня четыре недели в общем то все с ней было хорошо никаких претензий к ней нет следующая база это база от лавли она уже погуще такой хорошей консистенции который в принципе даже немного густовато и у нее консистенции знаете такая вязкая больше а не то что она густая сопливая но тоже прикольно и тоже хорошо носится с ней проблем у меня не было экстра база монами она жидкая она быстро выравнивается с ней очень быстро получается выравнивание очень хорошо носится материал то есть даже несмотря на то что она жиденькая все равно она хорошо держит ногти и очень маленький провал в свободном крае так база tnl база tnl она густенькая вот видите капелька вообще не течет еле-еле капает вот в принципе носится тоже неплохо но на жестком квадрате были некоторые от слой очки не у всех клиентов то есть она подойдет только для прочных ногтей для таких твердых которые не гнутся база эльпаза она тоже густая я ее взяла под педикюр стоила она очень недорого заказывала кстати в интернет магазинчики которые вам как-то там показывала ссылочку оставлю обязательно под видео в педикюре проносилось хорошо пробовала я ее на двух ноготках она тоже носится прекрасно и самая моя любимая база это база от вообще два моих фаворита две мои самые любимые базы это вот такие база от мистик и база от дива они средней консистенции вообще мне кажется что они если честно даже одинаковые потому что они и не жидкие и не густые подходит как для мягких ногтей так для твердых и с ними выравнивание получается быстро они очень хорошо самовыравнивается и носятся они тоже прекрасно поэтому вот эти два моих фаворита это что касается обычных баз обычных каучуковых прозрачных баз следующее рассмотрим вот такие камуфляжики у меня есть один камуфляж от тнл рубер камуфляж он густоватый прикольного такого нежно-нежно розового оттенка пользуется большим спросом очень у моих девочек но я его наношу только на прозрачную базу то есть наношу двумя тонкими слоями либо одним тонким слоем в зависимости от желаемого результата и как они хотят чтобы перекрылся свободный край еще один из моих последних фаворитов это каучуковая база камуфлирующая эльпазы номер три девчонки сейчас покажу вам цвет вообще шикарный просто нежно-нежно-нежно розовый но на самом деле на ноготках он очень натурально смотрится и ногти очень ухоженные но в то же время пластина все равно немножко высветляется заказываю уже не первый раз очень девочки ее просят и хотят и так вот такая база розовая от лавли если кто-то помнит на моем канале были ноготки с мороженкой как раз сделано на этой базе относилась у меня все прекрасный и я уже без прозрачной подложки делал то есть просто на ноготь подготовленной она вот такого цвета она розовая но по мне она немного красноватая то есть для френча я ее не совсем люблю использовать я ее использую просто как самостоятельное покрытие такое нежно-розовое а для френча немного пигмент ярковат у нее следующая база это база от арт-бьюти под номером 20 и под номером 22 это вот такие две ходовые базы именно этой торговой марки носятся они обе хорошо но почему-то кстати 20 носит лучше чем 22 это для тех кто любит оттеночки такие бежевые но в то же время с небольшим розовым потоном то есть и не совсем прям коричневые видите у меня даже и очень мало хотя это уже не первая моя бутылочка она у меня тоже очень хорошо идет и вообще когда например нет времени особо у клиента делать маникюр то мы просто делаем такую базу и какой-нибудь простенький дизайн типа блесточек там на пару ногтей или еще что-то и вот такая под номером 22 она тоже очень 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 светло-светло-светло розовая тоже прикольно смотрится как натуральный ноготок эти базы я тоже наношу без прозрачной базы не в тонкий слой а с выравниванием ну и последний мой самый-самый любимый камуфляж мой самый популярный камуфляж я его покупаю вот такими большущими банками это камуфляж от look nail mill cross сейчас я вам покажу у меня вот такие баночки по 30 миллилитров стоят они 990 рублей хватает них очень ненамного потому что девочки мои все как одна хотят этот камуфляж не знаю почему сейчас моде очень натуральность особенно летом за лет я истратила три а то и четыре таких банки это что касается камуфлирующих баз то есть смотрите только вот эти две я использую просто как цвет тнл и эльпаза все остальные базы я использую прямо вместо прозрачной базы с выравниванием на чистенький подготовлен ноготочек эти две базы я использую с обычной прозрачной базой и их покрывая в тонкий слой то есть они у меня идут просто как камуфляж следующую тему которую бы мне хотелось затронуть это база топов я думаю каждый из нас мечтает найти тот идеальный топ который будет и носиться и блестеть и будут сочетать с собой все свойства если вам понравился цветник или база какой-то фирмы не это не значит что то будет так же хорош как и база то есть например если база от лавли как камуфлирующий той так и обычная носится и вообще мне претензий к ней нет она шикарная то например топ меня очень разочаровал топ очень густой я им несколько раз перекрывала что-то объемное какие-то объемные дизайны и типа камефубиков пайеток драконьей чешуи и так далее и практически у внимания половины моих клиентов топ начал слазить плен такого я считаю у хорошего материала быть не должно тем более это стоит не дешево то есть это не дешевый материал не 100 рублевый какой-то поэтому я такой топ не рекомендую он подойдет только лишь для каких-то верхних дизайнов я его использую например когда делаю все ногти красными один ноготочек делаю матовым и именно этим топом я прорисовываю вензеля так как он очень 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 густой вот то есть и он хорошо держит линии практически в принципе я любой материал могу приспособить под свою работу так как например топ от fox вообще очень плохо себя проявил он у меня просто скололся цвета хотя тоже цена у него немаленькая очень разочаровал он меня хотя цвета этой фирмы мне понравились итак следующий топ от эльпазы он средней консистенции он и не жидкий и не густой такие топы я очень люблю у него хороший глянец и стоит он недорого в носке показал себя прекрасно это к тому моменту о чем зачем платить больше когда есть вот данный материал камуфляж топ тнл вискоз густой был в последнем моем видео я делала себе с ним ноготочки он очень очень густой в принципе он носится неплохо то есть три недели он относился а дальше я уже сняла ноготочки свои поэтому не могу сказать сколько бы он носился конкретно но для своей цены я считаю он прекрасный материал для тех кто любит работать густыми материалами именно потому что он очень 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 густой но знаете что я заметила на нем очень мало видны царапины так следующий у нас топ от манами супершайн если база шикарная у манами то топ мне не понравилось как блестит не знаю с чем это связано может быть я не досушила до конца но вроде бы я сушила хорошо но глянец у некоторых моих других топов намного лучше чем у него хотя в носке он справился отлично то есть у нас даже что самое важное это база и топ база создает сцепление с ногтем топ закрепляет весь данный эффект поэтому я считаю что база итог должны быть обязательно хорошие проверены топ от близ вообще не рекомендую я им покрываю только если педикюр это очень очень редко в редких случаях два самых моих любимых топа это топ от артекс он стоит в районе 750 рублей и топ от мистик он стоит 590 рублей объясню почему эти два они приблизительно одинаковые но топ от артекс мне не нравится у него кисточка она короткая она создает бороздочки а топ от мистик он без липкого слоя шикарно носится шикарно блестит в общем я очень довольна этой по их продукции хотя цветники я считаю у них все-таки немножко дороговато и последнее на сегодня что мы с вами рассмотрим это матовые топы точнее те матовые топы которые у меня есть вот такой матовый топ торговой марки трэнди нейлс оксамит называется прикольный матовый топ с таким сатиновым эффектом не велюровый то есть он не настолько сильно пористый он без липкого слоя и еще он не так сильно пачкаются как все остальные другие мои матовые топы матовый топ от рунейл вообще не рекомендую он у меня остался еще с лохматых времен когда я когда-то что-то там начинала могу что-то сделать им на типсах но на клиенте никогда матовый топ от лавли шикарный матовый топ пользуюсь им нравится все хорошо никаких нареканий носибельность отличная и всеми известный конечно же матовый топ от леонейл мне он нравится но я считаю что он себя не то чтобы изжил он во первых он очень сильно пачкается по сравнению например вот с этими двумя а эффект у них приблизительно одинаковый и еще девчонки он во первых дорого стоит то есть он стоит там в районе 500 рублей а объем у него очень маленький и он очень очень капризный он не во всех лампах просыхает до конца бывают проплешины от него и так далее и тому подобное в общем как бы на вкус и цвет но по мне как вот эти два топа очень хорошо заменит леонейл если кто ищет топы которые будут более не такие капризные как и матовый топ от вог вельвет в принципе тоже неплохой топ но с ним также бывали проблемы с проплешными поэтому если брать матовые топы то я рекомендую либо лавли либо вот такой вот топ оксамид от трендинейл вот в принципе все что я хотела сегодня с вами вам сказать если у вас будет какие-то вопросы по каким-то фирмам по которым я знаю и я могу о них что-то дать какой-то конкретный совет но вы не увидели этой фирмы у меня то возможно она у меня была и уже закончилась либо я что-то знаю и могу с вами поделиться в комментариях в общем задавайте свои вопросы буду рада ответить с вами была таня best nail всем пока